Все правильно. Переживем. Проживем. Правильно сделали, что начали операцию. И первое время я, например, даже вот, когда мы обсуждали это, мы приходили все к одному. Вот почему мы не сделали этого раньше? Почему мы не сделали этого раньше? Так что все правильно. Переживем. Проживем. А это обыкновенный усрусский фашизм. Но деноцифицировать все равно нужно украинцев. Смотрите, не перепутайте. Вы евреи? А вот Холокост слышали? Слышал. Так вот, я его очень сильно поддерживаю. Не сомневаюсь. А знаете почему? Потому что вы фашисты русские. Я с Россией. Ну да, я. Я поэтому и сказал, что я не сомневаюсь. За что я, короче, Гитлера, вас сжег он не до конца. Надо было, короче, вас в газовых камерах травить. Гитлер молодец был. С такой маленькой стороны, блин, сделал такой символ. Ты поддерживаешь, да, Гитлера? Я поддерживаю его начинание насчет евреев. Нет, не поддерживаю, короче, его в целом. А вот насчет евреев, да. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну а тем временем у Димона Алкогнома знатно подгорел его центр принятия решений от швейцарского саммита мира. Он назвал участников мероприятия скотным двором. То есть, лидеры около ста государств, по версии так называемого зампреда, совбеза, бывшей России, Медведева, это скот. А окружение Путина из Талибана, Ирана и Северной Кореи, это, по-видимому, уважаемые люди. Кто как обзывается, тот так и называется. Да. Путин специально изложил свои требования к мирным переговорам в Украине за день до начала глобального мирного саммита, чтобы подорвать поддержку Западом законных требований Украины к России и отвлечь внимание от задачи по достижению международного консенсуса относительно того, как сделать так, чтобы незаконная агрессивная война России не привела к несправедливой победе России. Продолжим говорить на эту тему с украинским политологом Владимиром Фисенко. Ну, может быть, раз сейчас процитировали, мы вспомнили Путина, его, скажем так, ультиматум или условия, при которых он там готов прекратить огонь, насколько все-таки они приемлемы для Украины сейчас? Ну, они категорически неприемлемы, потому что речь идет не о мирных условиях, а речь идет об ультиматуме. О односторонних уступках Украины, причем уступках, которые являются, я бы сказал, непристойным предложением, хамским непристойным предложением, которые означают не мир, а капитуляцию, и которые означают, что война на самом деле не продолжится, потому что Путин будет стремиться к полному покорению Украины, а это лишь промежуточная цель. Поэтому то, что предложил Путин, естественно, для Украины неприемлемо, об этом уже сказано на разных уровнях. Более того, вопреки тому, что вы цитировали высказывания российских разных официальных лиц, на саммите как раз в Швейцарии различные участники, от лидеров стран до представителей различных стран, осуждали вот эту позицию России, потому что она не ведет к миру. Это демонстрация неуважения к международному праву и демонстрация того, что Россия хочет не мира, а капитуляцию Украины. Так что абсолютно неприемлемо, конечно же, то, что сказал Путин, и к миру это не приведет. Напротив, Путин, я бы сказал так, обнулил все свои заявления о готовности к миру. Ну, сейчас мы действительно смотрели материал о том, как с точки зрения российской пропаганды абсолютно незначительное мероприятие вызвало отзыв абсолютно у всех. Это не минуло ни Соловьева, ни Медведева, ни других пропагандистов, известных каких-то там блогеров и так далее. Как же вы оцениваете итоги этого саммита? На самом деле, это самый такой популярный вопрос, какой же результат этого саммита. Результат очень простой. Саммит дал импульс начала мирному процессу, который будет развиваться на основе устава ООН, уважения к международному праву и с учетом интересов и позиций Украины. Именно поэтому этот саммит вызвал такую злобу, такую агрессию со стороны Кремля, ну и всей российской пропаганды. Ожидать, что саммит принесет мир, ну, было бы наивно. Даже если бы, вот предположим, это возможно случится через какое-то время, состоится мирная конференция или какой-то другой формат взаимодействия с Россией, там, начало мирных переговоров, хотя о них еще надо договориться. Пока еще даже об этом речь не идет. Но, тем не менее, вот представим себе, что собрали на какое-то мероприятие, в том числе и Россию, вместе с Украиной. Ожидать, что это приведет к миру, было бы наивно. Есть вопросы, по которым просто договориться невозможно, по которым позиции Украины и России прямо противоположны. В частности, это ключевой вопрос статуса оккупированных территорий. Но для нас очень важно было начать мирный процесс, который бы был справедливым, который бы основывался на уставе ООН и отвечал нашим интересам и нашим позициям. А Россия хотела другого. Россия хотела принудить нас к односторонним уступкам. Вот в чем принципиальная разница. И саммит в Швейцарии ломает российскую стратегию. Именно поэтому в Кремле так бесятся. Так что я считаю, что саммит стал успешным и с количественной точки зрения, по числу участников, в том числе и по уровню представительства, и с точки зрения того, что он зафиксировал, дал начало реальному мирному процессу, который не даст быстрого результата. Об этом, кстати, сказала президент Швейцарии. Нам еще предстоит длительный, сложный и противоречивый путь. На этом пути, возможно, придется идти на компромиссы. И, кстати, на этом саммите проявилась готовность Украины к компромиссам, но не в ущерб собственным интересам. И Украина не отказывается от своей формулы мира. Для нас это стратегическая программа. Как бы ни развивался переговорный процесс в дальнейшем, Украина будет добиваться реализации всех пунктов формулы мира, просто на разных площадках и в разной форме. Шесть месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За шесть месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии БС соприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу. Начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Субтитры создавал DimaTorzok